привет сегодня видео тебя ждет небольшая история создания и развития одного из самых популярных на сегодняшний день bluetooth аудиокодеков а если точнее то целого семейства кодеков единственной целью которых является передача высококачественного аудиосигнала с минимальными задержками на выходе сегодня речь пойдет об и 5x уже ни для кого не секрет что данный аудиокодек и сама технология принадлежат известному американскому производителю чипов qualcomm однако по факту это произошло лишь в 2015 году когда вышеупомянутый гигант микроэлектроники приобрел одно из направлений данной технологии занимательный факт что история появления и 5x на свет начинается аж с конца 80-х годов оригинальный алгоритм audio processing technology а именно так расшифровывается первые три буквы аббревиатуры был разработан доктором стивеном смитом в рамках его диссертации по ходу исследований в школе электроники электротехники и информатики королевского университета в белфасте изначально подразумевалось что данный кодек будет способствовать работе студийного и радиовещательного оборудования для обеспечения автоматизации в эфире дело все в том что в те времена все делалось вручную то есть к примеру на волнах какой-то гипотетической радиостанции действительно ставили сиди диски с композициями исполнителей руками непосредственно эфирного диджея а с появлением протокола aptx который позволял хранить музыку в сиди качестве на жестком диске компьютера появилась возможность полной автоматизации и построение более качественных эфирных сеток вещания непосредственно с пк разумеется не без помощи стороннего софта но тут уже вопрос третий здесь важно лишь понимание того что данный аудиокодек на то время был способен выдавать звук уровня сиди сейчас конечно для многих это уже стало настолько привычным и обыденным а многие и вовсе не застали в своей жизни живых физических студийных сиди носителей с музыкой и хотя с тех самых времен прошло не так уж и много плюс минус 30 лет на вскидку но тогда такая технология была действительно чем-то фантастическим вслед за радио кодек пошел в кинематограф уже в начале 90-х годов и далее и 5x использовали для записи звука при цифровом воспроизведении 5 1 для голливудских блокбастеров на тот момент владельцами технологии сначала были solid state logic а затем уже carlton communications в своем плюс-минус первозданном виде аудиопроцессинг технологии holdings просуществовали до 2009 года после чего произошло разделение на два отдельных направления бизнес-оборудование для вещания стал частью нынешних worldcast systems а непосредственно само лицензирование ушло к кембридж silicon radio или сокращенно csr полупроводниковой компании которая в свою очередь в 2015 году и была куплена qualcomm а уже впоследствии стала называться qualcomm technologies international но на самом деле еще задолго до этого у и 5x были отличные перспективы диапазон алгоритмов этого кодека для сжатия аудио данных смог расшириться благодаря условно открытому доступу в виде по для различного профессионального аудиооборудования а также бытовой электроники в особенности большой прогресс и 5x получил благодаря беспроводному аудио в 2009 году компания сенхайзер выпустила первую в мире bluetooth гарнитуру с поддержкой аудио кодека и 5x которая на тот момент обеспечивала стабильное высококачественное звучание по беспроводу к тому же сама технология в данном амплуа выступала еще как нечто инновационные и альтернативное другому небезызвестному аудио кодеку low-complexity subband кодек или более понятному для всех sbc как раз таки на фоне sbc и 5x мог предложить больше данных передачи соответственно и более лучшее качество звучания при этом что важно не теряя стабильность беспроводного соединения одним из важнейших витков развития аудиопроцессинг технологии стало появление кодека и 5x hd вылетевшего уже из-под крыла гиганта qualcomm в 2016 году миру представили технологию кодирования звука следующего поколения предназначенную для поддержки улучшенного качества беспроводного звука высокой четкости едва ли отличимого от звука высокого разрешения сам кодек имеет битрейт 576 килобит в секунду поддерживает звук высокой четкости с частотой дискретизации до 48 килогерц и разрешением до 24 бит при всем при этом кодек все равно передает сигнал с потерями однако допускает гибридную систему кодирования для приложений в которых средние и пиковые скорости передачи сжатых данных должны быть ограничены на ограниченном уровне это включает в себя динамическое применение кодирования почти без потерь для тех разделов аудио где кодирование полностью без потери невозможно из-за ограничений полосы пропускания тем не менее если говорить предметно то непосредственно и 5x hd в true wireless стерео наушниках практически не встречается это в большей степени удел полноразмерных наушников а также bluetooth наушников на шнурке а вот уже следующий этап развития кодека в 2018 году смог выдать куда более лучший результат благодаря развитию технологий и непосредственно формату систему на чип компании удалось сотворить отличное решение qualcomm начали создавать аудио чипы обладающие компактностью легкостью и сверх низким энергопотреблением последний параметр в свою очередь особенно важен при производстве true wireless стерео наушников ведь маломощная система позволяет увеличить автономность таких устройств для слушателей ну а про размер таких чипов и говорить не стоит теперь появилась возможность сделать корпуса наушников более компактными поэтому неким симбиозом и своего рода апогеем всех своих разработок в данной области можно считать появление в том же 2018 году усовершенствованного аудио кодека и 5x адептив разумеется отчасти пафосный пресс-релиз qualcomm об отказе от проводов несколько завышает ожидания однако одно из важнейших решений призванных решить вопрос задержкой в играх и при просмотре видео алгоритм обработки адептив отчасти решает объединив себе сразу два предыдущих алгоритма и 5x low latency и hd новый формат убивает сразу двух зайцев снижая задержку передачи сигнала и при этом обеспечивая отличное звучание битрейт и 5x адептив динамически масштабируется от 279 килобит в секунду до 420 он также работает с общей они с выделенной беспроводной антенной новый алгоритм позволяет и 5x адептив при своем динамическом битрейте выводить звук того же качества что и обычный и 5x при 352 килобитах в секунду и 5x hd при 576 килобитах в секунду и 5x адептив поддерживает разрядность 16 и 24 бита при частотах дискретизации 44 1 48 и 96 килогерц однако фактическая поддержка 96 килогерц зависит от реальной аппаратной реализации продукта в общем это именно то о чем я всегда говорил мало имеет лишь поддержку заветного кодека надо еще для пущего эффекта чтобы и производитель устройства постарался над его конструкцией от качества элементов материалов и формы зависит очень многое сам кодека 5x это лишь средство перемещения данных из точки а в точку б из устройства а в устройство б и по данному каналу все может быть превосходно однако благодаря некачественной сборке устройства все это получаемое качество может улетучиться и тем не менее на сегодняшний день вариации на тему адептив все не заканчивается благодаря тому что с каждым годом все больше людей хотят слушать через bluetooth наушники музыку в высоком качестве а также растущему спросу и вместе с тем предложению от потоковых сервисов обеспечивать людей звучанием этого самого высокого качества технологии просто не могут стоять на месте не так давно qualcomm представили кодек еще новее и круче под названием и 5x lossless audio и вот тут уже довольно интересно данный кодек в теории сможет обеспечить передачу звука по bluetooth с качеством сиди 16 бит и 44 1 килогерца абсолютно без потерь и по заявлению производителя чтобы уместить поток в одну целую четыре десятых мегабита в секунду соответствующий качеству компакт диска в канал с пропускной способностью 1 мегабит в секунду используемый qualcomm сжатие все же неизбежно однако сама компания гарантирует что будет использована сжатие без потерь иначе говоря поток на выходе декодера полностью идентичен потоку на входе кодера ну а как это будет реализовано на самом деле покажет только время устройств с этой технологии пока на рынке нет по крайней мере на момент выхода данного видеоролика но чтобы все работало именно так как задумал создатель разумеется будет просто необходимо иметь самый современный смартфон и самое современное устройство аудио новые технологии на старом оборудовании работать не смогут по официальным данным предыдущие поколение системы на чипе не поддерживается новой системы snapdragon sound которую разработала qualcomm так что по всей видимости для получения нового экспириенса придется изрядно потратиться хотя возможно через год-другой данная технология станет более доступной и самое главное обкатанной ведь как известно все самые современные и лучшие решения зачастую появляются на свет откровенно сыроватыми и скорее всего понадобится определенное время чтобы адаптировать железо и допилить софт так что пока на данный момент не имея подобных устройств на руках говорить о чем-то конкретном не приходится но сам факт передачи звука с высоким качеством без потерь по воздуху звучит многообещающе так что поживем увидим ну а на сегодня это все надеюсь мой ролик был для кого-то интересным спасибо за просмотр и до встречи в следующих моих видео пока пока